СОЛЬ ТВ Трасса Березеньки-Соликамск сегодня была перекрыта. Сотрудники ГИБДД и ОМОН досматривали практически каждую машину, в результате чего образовалась многокилометровая пробка. По данным правоохранительных органов, сегодня проводились контртеррористические учения. По легенде, поступило сообщение о предполагаемом теракте в Березняках. При этом террористы должны были прибыть в Березняки из Соликамска. По последним данным, учения прошли успешно. Каждый родитель мечтает отдать своего ребенка в хорошую спортивную секцию к лучшему тренеру. В Соликамске такая возможность есть благодаря баскетбольному проекту компании «Уралкалий». На днях юные спортсмены Соликамска и Березняков вернулись со Всероссийского фестиваля по мини-баскетболу, который проходил в городе Анапа. С подробностями Евгения Константинова. Месяц назад в физкультурно-оздоровительном центре на Клистовке прошел товарищеский матч между командами Соликамска и Березняков по баскетболу. Эта игра была последней подготовкой к поездке в Анапу на Всероссийский фестиваль по мини-баскетболу. Для соликамских и березняковских мальчишек и девчонок занятия с лучшими сербскими тренерами, равно как и поездка в Краснодарский край, стали возможны благодаря баскетбольному проекту компании «Уралкалий». На Всероссийский фестиваль поехали шесть команд – пять из Березняков и одна из Соликамска. Нашим ребятам предстояло помириться силами со сверстниками из Москвы, Казани, Омска, Томска и других городов нашей страны. За 14 дней соревнований прошло более 500 баскетбольных баталий, турниры по физической и технической подготовке. Для многих ребят соревнования такого масштаба – настоящее событие в жизни, тем ценнее завоеванные награды. Команда 10-летних мальчишек из Березняков вошла в десятку сильнейших по баскетболу, а в соревнованиях по стритболу поднялась на вторую ступень пьедестала почета. Девочки из Соликамска команды «Старт» призовых мест не заняли. Но спортивные достижения – это не главная цель баскетбольного проекта «Уралкалий». Главное – оторвать детей от улицы или от компьютеров, привлечь им любовь к спорту. Даже в каникулу тренировки не прекращаются. Юным спортсменам необходимо готовиться к новым соревнованиям. Уже в августе в Березняках и Соликамске пройдут турниры по стритболу. Сегодня мы с вами поговорим о выполнении домашних заданий. Нашими детьми. Я вам назову основные моменты, которые помогут вашим детям лучше подготовиться к домашней работе. Во-первых, ваш ребенок пошел в школу. И вы должны очень тесно познакомиться с его учителем, который непосредственно будет заниматься с вашей дочерью или вашим сыном. Вы должны спросить у нее о том, какие требования она предъявляет к выполнению домашней работы. Во-вторых, вы должны организовать рабочее пространство ребенка. У ребенка должен быть отдельный рабочий стол, хорошо освещен, со всеми необходимыми школьными принадлежностями. И лучше, если рабочее пространство будет вдали от различных внешних факторов, чтобы ребенка ничего не отвлекало от работы. В-третьих, вы должны заранее обговорить с ребенком время выполнения домашних заданий. То время, которое будет ему наиболее удобным. Это может быть время сразу же после школы, он пришел домой, либо перед ужином, либо после него. Все зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Если ребенок младшего школьного возраста, то можно с ним это все обыграть в такой форме, например, сделать циферблат и на нем обозначить время выполнения домашних заданий. Любите своих детей и помните, что воспитание вашего ребенка полностью зависит от вас, уважаемые родители. Музей в Уссолье уже зарекомендовал себя как Верхнекамский центр современного искусства. Выставки, которые там проходят, иногда странные, иногда провокационные, навсегда интересные. С новыми творениями современных российских художников познакомилась Илона Измайлова. Что может быть сложнее, чем соединить несоединимая архитектура XVIII века и абстракция? Каждое произведение, словно невидимый мост, сочетает строгость и утонченность былых времен и новый взгляд современного искусства. Палата Строгановых в Уссолье представила три удивительных выставки. Это драгоценные вклады, Венеция и актуальная топография. Для Марка Поцелуева выставка драгоценные вклады пришлась по душе. Для него история династии Строгановых – это не только слова на бумаге, это живые люди. Да, я увлекаюсь именно родом Строгановых и вообще основанием нового села, ну или сейчас, как говорится, старый город. Я писал по нему реферат в лице, то есть в 10 классе это обязательная программа у нас, общепрозвательная, и я выбрал именно эту тему, потому что мне это интересно. Где я живу, где я родился, и человек, который не знает свою историю, не может знать своего будущего, как говорится. Галерея портретов династии Строгановых привлекает не только историков, но и простых жителей. Она словно готовит нас к чему-то большему и невероятному. Венеция, как никакой другой город, связывает прошлое с настоящим. У каждого своя Венеция, фееричная и повседневная. Используя эффектные фотографии, которые были сделаны 10 лет назад, Татьяна Кроль поместила на них грациозные маски. Фантомы, словно тени-призраки, вместе с нами прогуливаются по всем уголкам великолепного города на воде. Третий зал – это приглушенный свет и самое настоящее абстрактное искусство. Яркие картины, необычные топографические карты, а также символы, окружающие нас каждый день. Самое интересное – это абстрактное искусство. За моей спиной буквально один из вариантов. Много красного, много черного, но каждый понимает свое абстрактное искусство по-разному. Если пройти дальше, можно увидеть самые разные варианты и творческие решения. Вывешивание картин, то есть это не только на каких-то подвисных канатах, на стенах, но и еще одно оригинальное решение – это, конечно же, все-таки потолок. Не так легко понять, что мы видим, сложнее изобразить и представить. Подобрать каждому произведению искусства свое место, в котором оно предстанет во всей красе. Так ли легко быть художником, как думают многие из нас. Мы поинтересовались у директора музея Палац Строгановых Станислава Хоробрых. Нет, это, ребята, очень сложно, это неблагодарно чаще всего. А потом, даже если это и денежно, это все равно мучительно. Понимаете, потому что каждый раз себя, собственно говоря, настраивать на какую-то волну, видеть вот эти вот все тонкие переплетения, судеб, там каких-то вот отношений, да. Каждая из работ представлена в необычном ракурсе, и каждая из них имеет место быть. Если вы в поисках вдохновения и необычного решения, приезжайте в Усолье, историческую его часть и обязательно посетите Палаты Строгановых. Там действительно есть на что посмотреть. Илона Измайлова, Сергей Зибзеев, Максим Перилогин, телекомпания Соль-ТВ. А завтра мы расскажем про многострадальные дороги в Соликамске и их ремонт. Подорожают ли билеты в автобусе и что интересует журналистов газеты «Наш Соликамск». На этом пока все. Телекомпания Соль-ТВ желает вам интересных, полезных, а главное, хороших новостей. Для вас работал Александр Чуклинов. Увидимся завтра в 18.30 на телекомпании. На канале «Звезда». Далее вас ждет прогноз погоды. Всего вам доброго. В среду 19 июня нас ждет прекрасный летний день. Редкий для наших широт. Температура чуть снизится до плюс 25 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Небо ясное, но возможен короткий дождь или даже гроза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова